Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Макевара.ру Один из наиболее частых вопросов, которые задают мне те, кто хочет стать членами клуба Макевара Клаб, то есть те, кто хочет приобщиться и стать адептами работы на Макеваре Камертон Шилова и Макевара МБШ, это такой вопрос, не будет ли шуметь Макевара, если поставить ее дома, в квартире? Прежде всего, потому что если это частный дом, то вопрос не так актуален, да? Вот на этот вопрос я подробно вам сейчас и отвечу. Первое. Надо понимать, из чего формируется этот шум и какие составляющие шума вообще существуют. Самый первый элемент шума, это удар непосредственно кулака по бойку Макевары. То есть, когда кулак ударяет по Макеваре, возникает шум, вот непосредственно здесь, да? Это первая составляющая этого шума. Вторая составляющая шума, если мы работаем на пробой, это когда боек ударяется в отбойник. Туда. То есть, в боек идет в отбойник, возникает второй шум. И третий шум, самый сложный, с которым труднее всего бороться, я это поясню далее. Это структурный шум, так называемый. Это когда из-за удара бойка в отбойник, вибрация, не колебания с воздуха распространяются в сторону в виде звука, а вибрация уходит в стену, возникает так называемый структурный шум, который распространяется по стене. Вот это вот самый неприятный шум, который прежде всего и слышат ваши соседи, если вы живете в многоквартирном доме. Сразу, значит, оговорюсь вот по какому поводу, что абсолютное большинство макевар, которые уже больше 10 лет в огромном количестве распространяются по территории России и вообще по территории всего мира, находятся именно в многоквартирных домах, в квартирах у людей. Есть, конечно, большое количество, которые находятся в клубах, но абсолютное большинство, процентов 90, наверное, из тех тысяч макевар, которые распространены по России, стоят именно в квартирах, потому что люди покупали их для личного пользования, для самостоятельных индивидуальных занятий. И на самом деле, это уже был бы ответ на вопрос, а можно ли вообще ставить макевару дома. Но, тем не менее, давайте продолжим. Итак, первая составляющая шума – это, как я сказал уже, непосредственно контакт ударной поверхности с бойком. Этот шум ваши соседи не услышат. Он через стены не передается, если стены не картонные. То есть этот шум – это звук, это непосредственно звук. Все, что касается звука, как такового непосредственно, который формирует сами детали макевары, то есть баёк и отбойник, не услышит никто, кроме тех, кто находится в том помещении, в котором находится макевара. Звук отражается от стен, вы его слышите, вот и всё. То есть этот звук никто не услышит. Поэтому, если вы на макеваре работаете в стиле набивки, то есть не добиваете баёк в отбойник, а работаете вот в таком стиле, то этот звук слышите только вы, ну и ближайшие, кто находится в соседней комнате, например, максимум. И то через дверь его слышно будет уже очень плохо. Второй – если вы работаете глубокую набивку и тем более на постановку, то есть когда уже касание происходит бойком отбойника, тот звук, который производит непосредственно баёк от удара в отбойник – это тоже звуковой шум. Это звук. Его тоже, в принципе, не услышит никто. Он, конечно, погромче немножко, потому что здесь такой амортизирующей прокладки нету. Возникает более звонкий щелчок об заднюю поверхность, ну, то есть задней поверхностью бойка об отбойник – звонкий щелчок. Он более резкий, сочный. Но, тем не менее, всё равно это просто звук. Поэтому он никуда не распространяется. Он, конечно, немножко посильней. Но я вас уверяю, что соседи ваши, которые находятся за стеной, тоже не воспримут его. Если ваши стены не настолько тонкие, чтобы услышать, как соседи ссорятся за стеной, то и они не услышат, как вы работаете на макеваре, в принципе. Никаких проблем. Самая большая проблема – это структурный шум. Это шум, который распространяется по стене. Это та вибрация, которая создаётся уже после того, как баёк ударил в отбойник. Баёк бьёт в отбойник, и по стене распространяется вибрация. Вот этот шум, да, приносит соседям неприятности. Они его будут слышать, причём, если это вообще панельный дом, то слышать они его будут от этажа от первого и до последнего. Причём, зачастую они даже не поймут, на каком этаже это дело находится. Но, вспомните, у каждого есть какой-то сосед с перфоратором, да, всегда найдётся, который работает каждые выходные, или целыми днями, или по вечерам, или когда любят спать дети. Ничего, его, в принципе, как-то воспринимают, хотя он работает зачастую часами. Вы же на макеваре будете работать как? Ну, буквально, если вы работаете на постановку, это 15-20 минут в день. За это время вы нанесёте несколько десятков сильных ударов, сильных и сточных ударов. Всё. Вот и вся ваша работа. Если вы подберёте удобное время, такое, когда никого нет дома, да даже если полный дом людей будет, ничего страшного не произойдёт. Тем более с соседями по этому поводу можно договориться. Я вас уверяю, так и делают. А зачастую соседи даже вообще и не возникнут. Никаких проблем. Но если вы очень сильно бережёте соседей ваших, и не хотите доставлять им каких-то неприятностей сильных, то сделайте просто. На самом деле это не очень просто, но сделать это легко. Чем больше каких-то промежуточных слоёв из разного рода материалов находятся между стеной и макеварой, а это могут быть туристические коврики из пенополия туритана, это могут быть пенополипропилен, пенополиэтилен, другие вспененные материалы, микропорорезина. Чем толще прокладка между отбойником и стеной, тем ниже структурный шум, потому что ниже вибрация, которая и формирует этот структурный шум. В толстом слое мягких вспененных материалов вибрация гасится, вот эти микровибрации, они погашаются, и всё. Главное, чтобы материал не был очень мягким и макевара вместе с отбойником не проминалась, как бы туда, до стены. Иначе будет неудобно работать на ней, и макевара должна быть закреплена жёстко. Она сама по себе не должна пружинить, то есть отбойник стену заминаться не должен, должен пружинить только баёк. Поэтому, несмотря на большое количество слоёв, которые вы сделаете, надо их уплотнить. Для погашения вибрации этого, в принципе, будет всё равно вполне достаточно. И даже если вы будете работать на пробой, то есть будете работать мощно, и будет возникать жёсткий щелчок, то всё равно проблем не возникнет. Соседи ваши будут совершенно спокойны. То есть они будут слышать какое-то лёгкое постукивание, как если бы вы кулаком не сильно постучали по стене. Почему так ещё происходит? Дело в том, что даже когда вы постучите по стене кулаком, структурный шум будет сильнее, потому что стучите вы локально в определённую точку. И здесь именно формируется волна. Её формирует узкое место, маленькая точка. И волна получается достаточно сильная, потому что концентрация силы идёт на малой поверхности. Когда вы бьёте макевару, то вы сначала бьёте баёк, в нём рассеивается часть до силы. Потом баёк бьёт в отбойник, в узкое место довольно кидает. Но сам отбойник, он лежит по стене плоскостью всей. И когда в него бьёт баёк, то структурный шум уже формирует не маленький пятачок, а весь отбойник. А весь отбойник – это полтора метра на 20 сантиметров шириной. Представляете, площадь какая? То есть даже если прокладки никакой нет, то шума всё равно очень резкого и сильного нет. Если вы сделаете мягкую прокладку, то и этот не сильный, не резкий шум, а гулки такой, он ещё погасится дополнительно. Ну вот, я думаю, я вам ответил на вопрос на этот, поэтому не бойтесь. Приобретайте макевару Камертон, приобретайте макевару МБШ. Да, кстати, очень важный момент, очень важный момент. А как же макевару МБШ? Сейчас только про Камертон рассказываю. Она же поменьше, да, и поэтому, значит, если закрепить её на стену стационарно, то получается, что шум-то будет идти, ну, формироваться с меньшей поверхности. Здесь же я сказал, что полтора метра на 20 сантиметров, а там-то она гораздо меньше. Так вот, если вы закрепите макевару МБШ наглухо на стену, да, будет именно так. Но если вы закрепите макевару МБШ на платформу, эта платформа для макевары МБШ позволяет быстро перемещать саму макевару по высоте вверх и вниз, для того, чтобы можно было работать в разные уровни, от головы и до ног. То есть можно отрабатывать лоу-кик легко. Это длинная платформа, которая крепится на стену, макевара крепится на неё, и можно макевару перемещать. А можно снять, забрать на улицу и прикрепить на улицу. Об этом будет отдельный совершенно подкаст. Я, вероятно, дам ссылку на него ниже или, может быть, в аннотации где-нибудь здесь или здесь. Вы посмотрите. Вот. Так вот, эта длинная поверхность, она будет распространять, вернее, она будет формировать шум точно так же, как длинный баёк у макевары Камертон. И шум будет погашаться. Всё. И проблема будет абсолютно решена. Поэтому, если вы решили поставить портативную макевару МБШ у себя дома, то я вам советую крепить её не на самодельные какие-то элементы, а приобрести платформу. Либо изготовить такую платформу самостоятельно, посмотрев, как она там устроена на сайте моём. Сделайте свой маленький контрафакт, используйте его для себя. Я не имею ничего совершенно против, если сделаете, молодцы. Но считаю, что лучше приобрести готовое и проще. Там специальные рельсики есть, по которым она двигается. То есть самому сделать это надо заморочиться немножко. Но умельцы могут попробовать. Пожалуйста. Так что вот, я ответил на ваш вопрос. Ставьте макевару дома, не смущайтесь, работайте. Соседи вам ничего плохого не сделают, а вы ничего не будете делать плохого соседям. Удачи, друзья! Работайте! Вперёд! Становитесь членами макевара Клаб. Приобщайтесь к работе на макеваре Камертон и МБШ. Это лучшие профессиональные макевары в мире. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова